Минувшие выходные в Тагучинском районе провели спартакиаду среди предприятий и организаций Новосибирска. Работающая молодежь пробовала свои силы в различных спортивных дисциплинах – волейболе, армрестлинге. Директор какого завода отжимается больше всех, а чей коллектив может составить достойную конкуренцию сборной России по футболу, узнали мои коллеги. Белый флаг спартакиады взмывает в небо 13-й год подряд. Торжественный парад участников, приветственные слова и пожелания руководства. Спортсмены готовы к состязаниям. На старт, внимание, марш! Маргарита Фильченкова, инженер группы анализа, знает все не только об электрической и тепловой энергии, но и как получить заряд бодрости и хорошего настроения. Коллективное мероприятие поднимает корпоративный дух. Ну, в принципе, спорт – это здорово. На природе тем более. Не забывает о профессиональных навыках и команда банковских работников, просчитывает ходы и анализирует действия соперников на игровой площадке. Личные победы – не главное. Каждый успех – вклад в копилку своей команды. Сергей Тушканов сдает нормы ГТО. В буквальном смысле готов не только к труду, но и к обороне. Сергей – инкассатор и отличная физическая форма необходима для успешной деятельности. Однако, помимо спорта, может похвастаться и другими достижениями. Во всех мероприятиях поучаствовал. Но самое главное мероприятие было – это людей в обед накормить. Я сготовил, чай скипятил и всех накормил, чаем напоил. На Спартакеаде нет чинов и званий. Директор завода качает пресс наравне с простым механиком. Главное – сила, ловкость и выносливость. Именно они приводят команду к победе. Подготовка начинается задолго до соревнований. Снимаем специально для тренировок. Чтобы люди занимались, готовились. Ну, в принципе, не для того, чтобы готовились к этим соревнованиям. Именно. Так, просто для поддержания хорошей физической формы. Результат есть. Например, на футбольном поле баталии, как на чемпионате мира, при активной поддержке болельщиков. Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить! Победители выбирали еще в двух номинациях. Лучший палаточный городок, где жюри оценивало оформление. Безопасность и чистоту. И лучший творческий номер. Сценку или рассказ о своей организации. Тема спартакиады в этом году, она ориентирует на будущее, наше предприятие в будущем. Поэтому, я думаю, такое общее конструирование, общее решение задач, обсуждение проблем, которые сегодня обсуждаются в социально-экономическом развитии региона. И в том числе и на этой спартакиаде она тоже интересна. То есть это часть нашей совместной работы. 1200 человек в составе 21 команды приехали в этом году на спартакиаду. Впервые к работающей молодежи Новосибирска присоединились предприятия из области. Виталий Вальтер, Наталья Кузнецова, Евгений Агеев. Новости ОТС.